МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Переподключить услугу. В водоканале вновь попытались объяснить схему оплаты за холодную воду. Завтра родительский день. Расскажем, какие автобусы повезут до городских кладбищ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем с главных событий этих выходных. Строевым шагом по улице Советской прошлись кадеты, юнармия, сотрудники МЧС и в военной части 34-84. Бийск отметил светлый праздник День Победы, как это было в репортаже Юлии Цапко. С погодой в 79-го годовщину Великой Победы повезло. На улице Советской люди стали собираться с 9 часов утра. Светами, шарами. Некоторые несли фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Мой прадед Казьмин Иван Герасимович родился в 1922 году. Был признан на войну в 1941 году, 23 июня. Служил в звании гвардии сержант, в 1945-м дошел до конца, победил всех врагов, также он получил орден Красной Звезды. У меня воевал, получается, дед, но он без вести пропал. Вот дядька, он здесь, поэтому цветочки мы приходим, постоянно кладем. Три дедушки, Ишков Николай Константинович, Ишков Федор Константинович и Ишков Иван Константинович. Двое из них не вернулись, это Ишков Иван и Ишков Федор Константинович. Они не вернулись, пропали без вести. Ишков Николай Константинович вернулся из боя. У него шесть медалей, одна из которых – взятие Берлина. По сравнению с прошлыми годами, в этом пришедших к мемориалу славы значительно меньше. Колонны бессмертного полка в этом году нет, но бейчане нашли выход. Во многих окнах учреждений выставлены фотографии наших земляков, участников войны. Традиционно праздник начался парадом. В нем приняли участие кадетский корпус, юнормейцы, сотрудники МЧС и военной части 3484. Всех присутствующих с праздником поздравили первые лица города. Мы не устанем благодарить тех, кто встал на борьбу с фашизмом, кто погиб на полях сражений, кто вернулся живым в родные края, в наш город. И не жалея своего здоровья, сил поднимал страну из руин. Примите самые искренние поздравления с Днем Великой Победы. В этот день мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы с вами сегодня растили наших детей и внуков под мирным и свободным небом. В память павших, тех, кто сумел отстоять независимость нашей Родины, кто приближал победу на фронтах самой кровопролитной войны, к мемориалу славы возложили цветы и венки. В колоннах были школьники, студенты, сотрудники разных предприятий, учреждений города, представители мэрии, образовательных организаций и здравоохранения МВД. Для Натальи Левашовой 9 мая 2024 – особенный день. Ей вручили давно потерянный орден ее деда – Левашова Георгия Ивановича, который был найден стараниями милицейского клуба. Члены нашего милицейского клуба и совместно с ветеранами МВД города Рубцовска, вместе с сотрудниками Краевенческого музея города Рубцовска, было установлено, что этим орденом был во время войны награжден лейтенант Левашов Георгий Иванович, проживавший в городе Бийске. После этого мы приняли меры кровоскою его родственников и установили, что в городе проживают его внучки. Рядом с драмтеатром работала полевая кухня. Все желающие могли отведать солдатской каши со сладким чаем. Далее праздник продолжился на Петровском бульваре. Юлия Цапко, Сергей Бертман, Будни. Более подробный материал смотрите в специальном репортаже уже сегодня. Георгиевская ленточка, свечи памяти, вальс победы. 9 мая в Бийске отметили всероссийскими акциями. Бенчайни с энтузиазмом кружились в победном вальсе на Петровском бульваре и пели фронтовые песни. На месте событий побывала и Кристина Чернова. После победного мая 1945 года прошло уже 79 лет. Но звуки фронтового вальса до сих пор звучат особенно трогательно. На Петровском бульваре в победном танце кружили несколько десятков человек. Легкие движения, живые эмоции. Все, чтобы сказать спасибо, мы помним. Вальс победы – символ весны 45-го. Акцию проводят уже 10 лет во всех городах России. В Бийске к финальному танцу готовились заранее. Каков замысел этой акции? Чтобы молодые люди и не только молодые, все жители и гости нашего города, которые пришли на этот праздник, смогли прикоснуться к тому времени. Станцевать вальс, как это когда-то делали их прабабушки, прапрабабушки и прапрадедушки. На импровизированной танцплощадке у сцены в основном любители. Рассказывают, на первых репетициях было трудно следить за движениями партнера. Но результат стоил всех усилий. Перед выступлением, так сказать, за один или за два, мы танцевали парочку. И вот, все-таки танец кружил нам в голову. И все было на эмоциях. На самом деле танцевать не очень люблю, но я считаю, что такая акция – это очень круто. Было бы очень хорошо, бы участвовать еще. Потому что это привлечение молодежи и, в принципе, общества, памяти, праздника. Три вальсовые композиции и десятки воодушевленных горожан. Присоединиться мог любой желающий. Печани охотно вальсировали и пели фронтовые песни. Еще один памятный акцент программы – песня «Нам нужна одна победа». Спеть ее вместе с хором пожелали все присутствующие на празднике. Кристина Чернова, Илья Питков, «Пудни». К другим темам. Завтра в родительский день будет работать три маршрута до городских кладбищ. На Радоницу служат панихиды. Верующие поминают своих умерших близких молитвой в храмах. Затем по возможности направляются на кладбище. В Бийске от вокзала до городского и северного кладбищ можно будет добраться на 51 и 52 автобусах. В поселке Сорокино от аптеки номер 133 также будет организовано движение общественного транспорта с заездом в поселок Молодежный. В администрации города отметили, что все льготы на проезд в транспорте в этот день сохраняются. Полная стоимость поездки составит 33 рубля. Для жителей краевой столицы проезд до городских кладбищ в родительский день будет бесплатным. А далее реклама. Не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир. Работа в Магаданской области. Заработная плата высокая. Покупка билетов на самолет. Обращаться по телефону 8 913 025 38 42. На период путины в Хабаровский край требуются специалисты по обработке рыбы и икры, рыбообработчики, наладчики, ревмашинисты, рыбаки, водители. Телефон 8 960 959 300. Реклама в Бийске. Бийская медиагруппа. Телефон 3131 15. Производство, размещение. Бийская телевидение. Здравствуйте. Субтитры подогнал «Симон» А теперь к актуальным темам. В Бийском водоканале третью неделю подряд пытаются прокомментировать ситуацию с увеличением счетов и трудностями в передаче показаний индивидуальных приборов учета. На этот раз ответ такой. Появившиеся у абонентов задолженность связана с тем, что в системе «Город» после проверки приборов учета нужно было переподключить услугу, чтобы увидеть начисление. По словам руководства водоканала, многие не знали об этом и оплачивали только одну услугу. На данном этапе в системе «Квартплата плюс» и «Сбербанк онлайн» отразились все начисления и долги. Также в организации отметили, что показания с помощью этих сервисов можно будет передавать ежемесячно с 20 по 25 число. Оплатить же услуги водоканала можно через мобильное приложение «Система город» на почте, в отделениях банков и системе «Квартплата плюс». От воды к огню пожары на прошедших выходных охватили Бийской районы. Одно из происшествий произошло в ЦГБ. Открытое пламя полыхало с шестого этажа, следом огонь перекинулся и на соседнее помещение терапевтического отделения. В срочном порядке эвакуировали пациентов 41 человека. Тех, кто не мог покинуть отделение самостоятельно, выносили на носилках. Поступило сообщение о возгорании в центральной городской больнице на шестом этаже. По прибытию было установлено, что горит на шестом этаже терапевтическое отделение. Пожар ликвидирован на площади 10 метров квадратных. На месте работали 51 сотрудник МЧС. Приехало 14 единиц техники. Происшествие обошлось без жертв. Но терапевтическое отделение сильно пострадало. Взамен ему готовят пятый этаж центральной больницы, а пациентов временно разместят в больнице номер 2. Причину пожара устанавливают специалисты, случай на контроле и у прокуратуры. Еще один пожар на этих выходных успели зафиксировать очевидцы. Случился он в поселке Семеновод Бийского района. В вечернее время огонь охватил постройку. Пожарные приехали. Огнеборцы оперативно потушили пламя и не дали огню перейти на рядом расположенные дома. Причины этого происшествия также предстоит установить. Между тем, сотрудники МЧС напоминают, что в крае введен противопожарный режим. И статистика неутешительная. Каждый день происходит больше 30 возгораний. Львиная доля из них случается по причине сжигания травы и прошлогоднего мусора. В Бийске продолжается реализация программы «Безопасные и качественные дороги». В связи с этим движение по улице Мухачева ограничено. Напомним, работы развернутся от путепоровода по улице Максима и Николая Казанцевых до переулка Мопровский. Ремонтом займется юго-восточное ДСО. На этот период изменится схема движения общественного транспорта по маршрутам номер 77 и 46. Двигаясь в сторону центра, автобусы будут сворачивать на улицу Вали Максимовой. Затем продолжат движение по улице Шевченко. Кроме того, сквозное движение транспорта на участке от переулка Кожевиного до путепровода Продмаш будет закрыто с сегодняшнего дня до 22 мая. В продолжении темы благоустройства. 12 миллионов на освещение. Именно такую сумму необходимо потратить на архитектурную подсветку коммунального моста. Об этом сообщили в мэрии Бийска. Планы по освещению по-прежнему в силе. Все необходимые расчеты произведены. На данный момент администрация изыскивает средства. Коммунальный мост, арочный мост через Бию, соединяющий правобережную и левобережную части города, состоит из семи пролетов. По конструкции Бийский мост аналогичен мосту в городе Красноярске, который известен всем жителям страны по изображению на 10-рублевой купюре. В августе 2018 года Красноярский коммунальный мост приобрел архитектурную подсветку. На это было потрачено свыше 100 миллионов рублей. Напомним, в прошлом году в Бийске произвели капитальный ремонт коммунального моста. На эти цели выделено 170 миллионов рублей. А вот ограждения на подъезде к мосту не были предусмотрены контрактом, так как не являются частью переправы. Барьеры, как и архитектурная подсветка, должны появиться за счет средств городского бюджета. Сроки исполнения работ в мэрии Бийска на данный момент не уточняют. Постепенное ухудшение зрения на одном или двух глазах – это основной признак заболевания, связанного с помутнением хрусталика. В Бийске появилась возможность лечения катаракты на высоком уровне. Катаракта – это естественный процесс старения хрусталика. Затуманивание, блики, искажение, потеря остроты зрения – симптомы, при которых необходимо обратиться к специалистам. В Центре офтальмологии «Взгляд» с помощью современного оборудования проводится диагностика и лечение катаракты на высоком уровне. После процедуры некоторое время пациент находится в клинике под наблюдением врача и в этот же день уходит домой. Так, довольна, я как на свет народилась. Очень даже быстро все, все очень как-то, даже прям я почти не заметила. Я очень плохо видела, вообще плохо. Ну, считай, на ощупь ходила. А сейчас я вижу чуть ли не последние строчки. На следующий день после удаления катаракты пациент посещает клинику и получает необходимые рекомендации. И уже в первые дни может заниматься привычными делами без значительных зрительных нагрузок. Пройти лечение катаракты в Центре офтальмологии «Взгляд» можно на выгодных условиях. Я рад сообщить, что руководством Центра офтальмологии «Взгляд» принято решение существенно снизить стоимость операции до 30 июня 2024 года. Хирургическое лечение по поводу катаракты можно будет провести за 13 тысяч рублей. Центр офтальмологии «Взгляд» – это высококвалифицированные специалисты, современное оборудование, проверка зрения, подбор очков и контактных линз, полная диагностика зрения. О методах лечения и профилактике болезни глаз уточняйте у специалистов Центра. А теперь о погоде. Спонсор прогноза индивидуальный предприниматель Страхов Евгений Витальевич. Магазин «Квартал». Планируете ремонт в квартире, доме, на даче? Все для стройки, ремонта и сада теперь можно приобрести в новом магазине «Квартал», который открылся в районе АБ. Шаговая доступность, демократичные цены, широкий ассортимент. Здесь можно найти все – ручной электроинструмент, хостовары, сантехника, санпаянс, краска, крепеж. Приходите и убедитесь сами. «Квартал» на Кутузово, 92. 14 мая в Биске будет переменная облачность. Ветер юго-западный слабый, сменяющийся западным. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха днем будет понижена и, возможно, слабая магнитная буря. Ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 23, плюс 25 градусов. На этом все новости на сегодня. Телефон нашей редакции – 313-507. Звоните, если у вас есть темы, предложения, наболевшие вопросы. Мы постараемся вам помочь. Оставляйте комментарии. Для нас важно ваше мнение. Желаю вам прекрасного вечера и прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова